СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЕ Но не систематически А чтобы разобраться в этом систематически Строго говоря, надо взять науку логики Гегеля Учение о бытии И, начиная с чистого бытия, пройти путь до изменения Потому что как определяются категории философские Они не так, как в биометрии Раз и определил Они определяются через предыдущие Это вся цепочка категории, которые к этому ведутся Все движение понятия, которые к этому приводят Я это движение сейчас воспроизведу Что-то будет понятно, что-то будет непонятно То, что непонятно, какие для этого есть у вас возможности поизучать Во-первых, есть науку логики Гегеля Раз, само собой, первый источник Во-вторых, могу вам порекомендовать свою книгу Социальная диалектика Которая вышла год назад, в 2014 году Большая, там, 437 страниц Далее есть соответствующий кружок по науке логики Для тем, кому трудно будет изучать науку логики Кружок находится на Ютьюбе Фонд Рабочая Академия Ютьюб Фонд Рабочая Академия Кружок любителей гегелевской диалектики Так, полное название Но набирать там не надо название Просто на Ютьюбе Фонд Рабочая Академия вы наберете И получите это Недавно я записал ролик у известного блогера Такого Пучкова-Гоблина Который сейчас просмотрел порядка 110 тысяч человек Вот он называется Так, Михаил Васильевич Попов Разведопрос Разведопрос, двоеточие Михаил Васильевич Попов Введение в науку логики Введение в науку логики Ну и пусть вас не останавливает То, что с первого, второго или третьего раза Кое-что непонятно Потому что это относится к науке А как говорил еще Маркс В науку нет широкой столбовой дороги И только тот сумеет достичь ее сияющих вершин Кто не страшась усталости Карабкается по ее каменистым тропам Ну вот, так сказать, я вижу, что тут никто не страшится усталости Это, так сказать, сама миссия студентов в этом состоит И надо карабкаться Значит, мы рассматриваем Для того, чтобы разобраться в том, что такое изменение Мы рассматриваем сначала чистое бытие Это к чему относится? Вот все, что я буду говорить, относится ко всему Потому что все есть бытие Правильно? Все есть бытие Все есть, все, что есть, есть бытие Бытие от глагола быть Поэтому, когда мы говорим бытие Мы, собственно, просто контактируем, что то и то есть Больше ничего Чистое бытие, если мы его рассматриваем Умственным взором, конечно Конечно, поскольку речь идет о категориях Что мы можем сказать о том Что представляется бытие Чистое бытие Что оно есть раз Больше ничего И приходит мысль о том, что больше о нем нечего сказать Поэтому в нашем мышлении Категория бытия Чистое бытия Переходит в категорию чистого ничто А про чистое ничто Что мы можем сказать? Ну вот уже натренированные студенты Которые уже немножко слышали Это, а мы с вами Как бы об этом говорили Если они не знают, что сказать Не знают Вспоминают, что Про то, что спрашивают Всегда можно сказать, что оно Есть Правда? Вот и вам вот Что-то задают такое Про что вы Представление не имеете Что можно сказать? Ну раз задают, значит оно есть По крайней мере в этом вопросе Правда? Значит я знаю, что оно есть Если будут представить С другими вопросами Вы должны сказать Что у нас была договоренность Один вопрос Потом что у нас Допрос что ли начинается? Что это такое? Один вопрос есть Ответил Значит ничто Что вам знаем Про чистое ничто? Что оно Есть Это вы так шутка знаете А мы знаем, что оно есть Только что я говорил Что вы должны сказать Когда вы не знаете Ну если я говорю о нем Как его нет В нашем разговоре Раз его нет Я же не говорю Где оно есть На луне На земле В кино В вашем сознании Может там В вашем сознании Его и нет Оно вот Что бы прозвучало Есть Есть Это не значит Существует Существует Это категория Тома второго Учение о сущности Но в белой Есть Это когда мы можем Помыслить Есть Это не обязательно Что мы можем Помыслить Помыслить вы можете Всегда Оно есть И все Никаких дополнительных Комментариев К этому Есть Выходить от простых Категорий Чтобы они были Сложными Это говорит Просто о непривычке Иметь дело С простыми категориями Непривычно С ними Иметь дело На самом деле Они кажутся Такими простыми Потому что Они построены Путем Получены Человечеством Путем Всеобщего Отрицания То есть Отрицается Все конкретное Ничто конкретное Есть И не это 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 Но чтобы Получить Всеобщее Отрицание Нужно с этим Отрицанием Соединиться С тем Что отрицать Если вас будут Отталкивать Обратите внимание Я должен к вам Притронуться И если я вас Уважаемый товарищ Буду отталкивать Я опять должен к вам Притронуться То есть Если вы что-то Отрицаете То такое представление не философские, не образованные, что если я что-то отрицаю, что от этого нет, это неправильно. Если я что-то отрицаю, я с ним соединяюсь отрицательным образом. У Гигеля приводится такой пример, что чтобы нарушителя спокойствия выкинуть из храма, его приходится обнимать. То есть, если вы его отрицаете, то значит вы с ним соединяете. Или, скажем, если вы бьетесь с неприятелем, то для того, чтобы вступить в битву, вам надо с этим неприятелем соединиться. Если две армии так и не соединились, никакой битвы и нету. Никакого отрицания и нету. Только разговаривать можно эту тему. А действительное отрицание, оно связано с соединением. Только соединение бывает вот такое, которое носит такой положительный вроде бы характер. На самом деле, на самом деле, отрицательная связь, тоже связь. Вот все эти пустые категории, они из-за того нас приводят в тупик, что кажется, ну а что такая пустая абстракция? Вот она потому и такая пустая, что она соединена с чем? Совсем. Совсем. Она от всего абстрагирована. А раз совсем абстрагирована, значит, от всего оттолкнулась. От всего оттолкнулась, значит, совсем соединилась. Ну вот таким. Если обратную сторону пойти, потянуть за эту ниточку, вы вытащите всю цепь и дойдете до этой категории. Значит, вот мы рассматриваем категорию ничто. Что мы про него можем сказать? Что она есть. И тогда чистое ничто превратилось уже во что? Не в чистое бытие. Чистое бытие было в начале. А это просто бытие. Потому что мы начали с чистого бытия, оно превратилось в ничто. Чистое ничто превратилось в бытие. Чисто уже ничего не будет такого. Бытие превращается в ничто. А бытие-то уже превратилось в ничто? Любое бытие превращается в ничто. Если оно просто бытие. Чем чистое отличается от обычного? Так. Громче скажите, пожалуйста. Чем чистое отличается от обычного? Чем чистое? Только тем, что о чистом бытие можем сказать в начале, а здесь уже не начало. Вот если я вас первый раз увидел, вы еще для меня чистое бытие. А уже когда второй, то уж нельзя это сказать. Сказать, вы что? Мы же с вами проводили занятия. Как можно сказать так? Даже если я ничего не узнал, а просто поглядел и все. Вот это надо понимать. И тем более нельзя сказать, чем отличается. Чем отличается чистое, в идее чистое? Ничем не отличается. Тем, что одно бытие, а другое ничто. Вот и все. Это слово отличие здесь не годится вообще применять. И применять его можно только в учении о сущности. Там речь пойдет о торгисте и не торгисте. Вот когда пойдет там речь о торгисте и не торгисте, там пойдет речь о различиях. Можно говорить о различиях. Можно сказать, что мы с вами различные люди, а можно сказать, что разные люди. Видите разницу? Разные, это когда я не хочу вообще говорить, о чем мы отличаемся. Просто мы разные люди. Сказали, и все. А если различие, да, вот у нас различие там в том, в том, в том, в том. Это другой вопрос. Это все очень более сложные категории. Ну, так вот, так получилось, что люди привыкли оперировать с такими очень громоздкими и сложными категориями, а с простыми они не приучены. Поэтому нельзя сказать, что это сложность, потому что сложность – это сложность из простых. Поэтому это называется трудность. Трудность тут есть. Итак, и вот это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие, потому что бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Вот мы это знаем, называется становлением. Это мы с вами проходили. Ну, сейчас мы продюнемся дальше. Становление. Вот это становление, можно про него сказать, что она есть благодаря разности бытия и ничто разность имеет сведу него тематическом смысле когда говорят 5 отнять 3 будет 2 разность имеется ввиду что они разные бытие может переходить в ничто а не что бытие только потому что они разные если бы они были разные ему нему нельзя было говорить об этом переходе правда то есть вот это вот становление движение исчезновения бытия в не что они что бы сие она есть благодаря разности бытия и ничто быть бытие переходит ничто они что переходят бы сие значит это разность становление исчезает и вот разность бытия не что становление исчезает а она есть это становление только был бы а разности значит и становление что с ним происходит исчезает и все достигнуты нашим непосильным трудом исчезла но мы уже разбирали саму становление с возникновения есть прихождение моменты становления и вот она исчезла вот она исчезла и как бы другие люди так сказать посыпали себя пеплом предварительно намазов дегтим голову сказали все окончено ничего дальше пути дороги нету все пропало ничего пропало потому что если что-то исчезает диалектический взгляд на это если что-то пропадает такой что раз она пропадает на что но отрицает себя значит надо разобраться в чем состоит отрицание становления вот тогда мы поймем а что-то собственно произошло и что получилось что такое отрицание становние это отрицание того, что было, что было. Было беспокойное единство, бытие и ничто. Беспокойное единство не просто, а бытие и ничто. Так, из двух кусков состоит. Не так. Бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Есть беспокойное единство, бытие и ничто. Что является отрицанием беспокойного единства? Вопрос. Тут сразу в раз не ответишь, что две мысли. Что является отрицанием беспокойства и что 3 является отрицанием единства когда мы поймем 1 2 тогда мы можем ответить на вопрос а что является отрицанием беспокойного единства что является отрицанием беспокойства вот вы можете да отвечайте я думаю это думать вот спак спокойствие спокойствие что-то думает трус 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 а ведь она полу говоришь а вы трус все равно не не спасешься все равно ничего хорошего в жизни нет вообще то есть но я и ждал что к этому сами придете а так бы я сказал что все хорошего сказать да вообще нет стопа плохого а так ведь и я вам говорю что нет а вы говорите что есть это жизнеутверждающие получается ваша позиция а моя какая-то такая тоскливая пессимистически надеем отличается оптимистов пессимист это уже анекдот пессимист говорит хуже уже некуда а в тебе сборит могло быть еще хуже он же готов и кучу так отлично значит отрицанием беспокойств является спокойствие на что-то появилось простое у нас в качестве результата простите мне появилась спокойнее а вот что является отрицанием единства это вот тут голову можно поломать больше отрицанием единства нас есть с вами единство чертов понимание становления на связи единства есть или не начало с другое понимание становление еще или съесть у нас или нет она единства но как бы себя единство а может быть единство от чего-то одного или единства слова предполагается множественность предполагает множественность нашей средств единство одного что я един сам с собой как вам это нравится сильная наука такая я елка это елка она едино с собой и это вроде как по виду такие слова употребляется по содержанию это какая-то это называется тавтология повторения одного и того же когда говорят о единстве предполагается некое много что здесь какой здесь какая здесь многость здесь есть бытие и ничто так вот так вот отрицанием единства отрицается является что немного немного и потому что ведется предполагает нога простота простое простое вот если у нас а просто это значит нет этого к разделению на много людей там или много позиции или много сторон таким образом что является отрицанием становление спокойная простота так и вот тут я к вам подхожу и спрашиваю что вы знаете про спокойно простоту что опять ничего что и что вообще сегодня не в коньякорум сколько я вам уже объяснял если вы ничего не знаете про то вот вам объяснял что если ничего не значит он рассказать про то что вы ничего не знаете я же спрашиваю ну вот видите вот прогресс на лицо а говорили что он не способен понять чего-то и вот он пожалуйста способен отлично ответил как вы за счет издаете и за счет в помощи того его метода сдавать можно всегда же скажешь я но есть спросит еще а что еще один вопрос еще экзамен конечно там хуже дело тут второй вопрос и сайта с отчетом хорошо и так что является результатом отрицание становления становления себя отрицает и получается результатом отрицания становления является спокойная простота вот от такая операция когда что-то отрицается поскольку она отрицается не не так что уничтожает и пропадает а вот то что является отрицанием содержится все предыдущее могу сказать что вы содержите в себе своих родителей можете дальше ваши родители тоже содержат своих родителей все человечество у вас поэтому я не сомневался что вы наконец правильно ответить и поскольку вы воплощение всего предшествующего человечества должны чувствовать себя чувствовать вот а то ничего 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 за вами вся история всего мира так и того вот такая операция отрицание с удержанием называется снятие зряшных отрицание нету в философии и в жизни нету всякое отрицание сводится к удержанию того что отрицается это отрицание с удержанием какого-то содержание обязательно с удержанием вот в путь у родителей у вас есть то есть вот людей думать что вот они будут жить в вас когда их даже и не будет вы будете а вы будете жить когда и вас не будет но только в детях если они будут правильно так что мы будем с вами жить вечно и нам абсолютно не надо ни о чем беспокоиться все хорошо снятие вот некоторые товарищи это не понимают даже те которые занимаются политикой например вот товарищи которые поют интернационал чаще всего как я наблюдаю поют неправильно и перевод у них неправильные поют так весь мир насилием и разрушим основания затем мы наш мир новый мир построен еще вы все разрушите из пыли будете строить и круга еще быть строить это вообще противоречит всему всей теории там построение нового общества новое общество строится из того что создано в рамках предыдущего общества вот при феодализме были построены исаакиевский дворец так при феодализме то есть и советский собор так теперь потемкинский таблический дворец который екатерина подарила потемкин да смольный собор при феодализме что буржуазное вот общество оно должно было растоптать это все когда была буржуазная революция нет а что социалистическая революция сводилась к тому чтобы за заптать эти разрушить эти издания нет на самом деле рифмы тут нет когда поют как это разрушим построен первый перевод был правильный весь мир насилием и разруем до основания затем мы нашим и новый мир построен разруем это начать изменим переставим по-другому используем они так что мы будем просто уничтожать и из уничтожения мы что-то получим ничего мы не получим если мы все это обратим пыль поэтому вообще никакого отрицания такого которое было бы просто разрушением нету в диалекте и в жизни такого нет даже если вы в конце концов разрушите что-нибудь в пыль пыли останется ну так чтобы ничего не осталось на чем вот тут одно время пытались так хоть построить свою концепцию такого не бывает никогда социал сюжет чисто с чистым мечтом мы можем спокойно расстаться потому что вот эти моменты например становление самого если вы при ним приглядитесь умственным взором какие там моменты возникновения это не что переходящие в бытие на самом деле а если короче ничто переходящего бытие так сказать короче рождающиеся нет короче ничто короче это прямо отрезали хвост и и все это ничто запятая переходящего бытие вот это определение уже к слову ничто правда поэтому выбора отбрасываете и получается ничто на самом деле никакого другого ничто в жизни кроме как переходящего бытие не бывает это чистое вы сие у нас было на один миг когда мы первые только к нему приступили действительно и в становлении находящиеся чистое ничто просто не что уже она нечистая она всегда переходит бытие и называется становлением а вот прихождение поскольку все приходящие это бытие а есть такое бытие который бы не находилась в процессе прихождения есть такой быть нет ничего такого поэтому бытие действительно и бытие какой только и есть это бы сие запятая переходящие в ничто ну а короче а короче бытие отбрасываем этот вот кусок поэтому философия она спокойно выдерживает даже требования современной молодежи только начать рот откроют короче еще ничего не сказали уже короче ну тут как раз так можно и делать так бытие короче это быть и где переходящим ничто это короче просто бытие а не что переходящих в те это короче просто ничто так понятно мы разобрались и вот значит мы имеем спокойнее и простое как результат снятия становления спокойную простоту также что вы про это можете сказать вот что вы можете про это сказать давайте говорить молодец учитесь вот учитель а у вас прям противоположный было прям противоположный ничто ведь прямо противоположный бытие а это пронята это в корне неправильный так она есть значит вывод можно сделать отсюда логически если она есть на штану бытие правда это вот вы не сделали это явка по вам помог чуть-чуть доработал бытие да какое но нечистые же согласитесь значит значит оно должно иметь другое название раз это не чистое бытие надо название где взять название название берешь из книги потому что название они на самом деле получается название категории обозначение категории получается в ходе развития философии или когда вот к человек который делает систему уже философского как гегель вот если недостающие звенья есть он тогда додумывает нет название еще такие которые согласовывались бы со всей системой они просто из головы берет если я буду брать из головы я вам гарантирую что определение в течение часа любого предмета но это не имеет никакого смысла то есть в определениях нет никакой науки определение нужны как служат служебные такие категории для научной системы да потому что есть это быть не да именно так чистое ничто есть значит она бытие и да вот она у вас было и только что только что было бытие уже перешло бытие чистыми что вот что про пути это уже перешло anywhere то есть что почему дальше не идете и так у вас и пошло за крутилось уже нет без Вот это диалектический огонь, который состоит в том, что идёт движение исчезновения, бытия в ничто, в ничто в бытие. И нет тут остановок. Но вот тут у нас получилось противоречие с тем, что мы только что сейчас сказали с вами, спокойное и простое. Где тут не всё спокойное, то есть просто бытие спокойное и простое. Это вас устраивает такое понимание? Только что мы вроде как убедили друг друга и сами себя, что всё вот оно в движении, исчезновении, туда-сюда. И вот, бац, получили спокойное и простое. Надо это осознать. Что мы можем про это сказать? Во-первых, название. Название у него такое – наличное бытие. Уже из этого названия ясно, что долго оно не удержится. Потому что наличное у вас много, вот наличное. Но и безналичное долго не удержится, потому что банки лопаются один за другим. Если у вас есть карточка этого банка, сверитесь со списком банков, возможно, можете выбрать уже вашу банку, эту карточку. Наличное бытие. То есть бытие, которое налицо. А почему такое название? А сейчас мы подумаем, почему. Значит, наличное бытие – результат, снятие, становление. Так, это мы можем записать. Вот все, что мы делали, можно записать одной формулой. Наличное бытие – результат, снятие, становление. Снятие, становление. Значит, наличное бытие всегда спокойное и простое? Оно не всегда спокойное и простое. Оно просто спокойное. Вот это то, что спокойное и простое, называется наличным бытием. Не наличное бытие – это спокойное и простое. Вот спокойное и простое, то спокойное и простое, которое получается в результате снятия становления, называется наличным бытием. То есть метод такой. Сначала рождается человек, а потом ему дают имя. Обратное бывает, конечно, варианты. Но редко. Когда еще человек не родился, имя уже дает до греческим термином не быть сейчас вы увидите сейчас будет ваш ответ сейчас сейчас вы будете сказать удовлетворены связано сейчас эту часть вы увидеть и вот просто греческие у греков еще это не развитые у них некоторые термины заменяет это и другое употребляется немножко для разных понятий у гегеля уже такая развернутая система когда одно и то же слово для разных понятия не употребляется и так на личный бытие результат снятия становления то есть для того чтобы понять на личной бытие что нам нужно делать пойти назад посмотреть его историю вот мы и сказали что она результат снятия становления обстановлении это две стороны правильно бытие ничто а на лицо не на лицо сейчас что на личном бытие что на лицо это вот вы противоположны тому что утверждалось вот нам сказали на личное бытие это бытие где спокойно и простое бытие а где ничто раз она есть раз результат снятия становления значит в наличном бытие становление есть но она не на лицо это вас удивляет хотите я вас успокоил вас сердце есть она не на лицо лицо у вас рубашка выпеченки селеденки я уже не добавляю они есть но они не на лицо не надо путать то что на лицо всем чтобы вообще есть значит если она не на лицо то она в нем то есть ничто теперь не на не на равных с бытием а на лицо бытие они что только в нем поскольку она в становлении остановление заключается в содержании наличного бытия значит становление есть ничто вот это ничто на личном бытие есть и вот то ничто как вот посмотрите на меня внимательно 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 на то ничто которое в становлении это не бытие то есть то ничто которое есть на личном бытие называется небытием и вот видите какие-то тонкие повороты очень тонкие аккуратные логически небытие например вот слово жена возьмем в нем содержится там понятие муж или нет но в снятом виде а муж если мы скажем то есть на самом деле и в слове жена содержится семья целиком брачный союз и слове муж содержится но когда мы берем одно слово то мы как бы вот если я сказал жена значит муж есть отец калах что значит муж значит жена есть вот философ то он сразу туда сразу делает такой шаг а другой который так хоть не очень тренированный волосы философит и жена это жена муж это муж бревно это бревно елка это елка это никуда не продвигать тут нет никакого рассуждения то есть это понятие в котором содержится противоположной понять но в нем не налицо на лицо когда вы говорите жена только вы только только жена а муж не на лицо но в нем а если говорят муж то муж на лицо а жена в этом понять а если я скажу потолок что бывает потолок без пола нет значит в нем в этом понятии потолок есть пол но в скрытом виде не на лицо азиатского пол но пола определяется через потолок ли вверх и низ что дочь вверх то есть не низ а низ то есть не вверх они друг друга через друг через друга и определяется ну вот а вот теперь я думаю раз уж вы проявили интерес вот теперь устремили свой взор на это самое небытие которые в бытие вот у вас какая картина сначала бытие а в нем не что то есть это вот небытие бытие а в нем небытие а сейчас небытие является предметом вашего рассмотрения что про него можете сказать теперь вот чувствуете диалектика чувствуете то есть она бытие то есть она берется взятом нами с вами вами взятым но и взята сейчас раз мы устремили взоркой не так не так как она есть а прям противоположным образом то есть вот такое но прежде чем мы пойдем дальше вот такое вот небытие приняты бытие так что конкретное целое имеет форму бытия называется не не догадаетесь ни за что то догадается премия не бы себе приняты бытие так что конкретное целое имеет форму бытия как называется никто не хочет премии иди и тут мы все оперируем вот это называется определенность наличного будем определенность наличногоィado ну вот поскольку вам приняли честь таскать помените этого самого за небытие вот пиджак это вашего быть или ваши небытие вот все видится товарищ наш сидит в черном пиджаке в 7 до пиджак это вашу бытие ли этого же небытие бытие ты вы чё пиджак чё вы говорите то вы студент пиджаков вы можете света снять один надеть другой это не вы я тут вообще по своей тем может темноте простоте как преподаватель думал что пиджак это не вы а вы наставите что пиджак это вы или что вы это пиджак вы говорите то не надо себя так какая там грань да вы все можете снять что у вас было в баню пойдите все никакой грани не увидите снимаете займы свою одежду и бойтесь и гранится одежда и вот я уже да ну вы конечно телом ограничивать я думаю что вы но если вы себя с одеждой путаете то это печально для вас значит вам вот так и скажите мне пиджак этот близок и дорог прямо как я он мне прямо дорог как мои внутренние органы почти но все-таки они не внутренние органы и все-таки вот если бандиты вас увидите понравится ваш пиджак они это ваше рассуждение проигнорирует и скажет так мы вытряхнем из этого этого молодого человека из этого пиджака пиджачок нам еще и пригодится особенно если у вас куртка хорошая зимняя вас вытряхнут очень запросто оттуда почему если на конкретный момент нельзя говорить не в какой момент он на вас но не вы вы-то себя и пиджак это пиджак и пиджак и ваша одежда человека его одежда это противоположности в том что это не вы согласны что одежда это не вы или вы будете настаивать что одежда это согласны но насчета ваше отрицание то есть ваше ничто хорошо не ходят вас отстану потому что тут на личности мы начинаем переходить я возьму так вот сейчас вопрос нет ночью вас одежда часть тела никогда не думал вот я думал вы начнете начнете снимать и все но так но это же другое мы же говорим о чем что вот что в ваша одежда не есть часть вашего тела не вы а часть тела это вы но как часть я про одежду говорю не обойду хорошо я беру более простой вариант идете в буфет и говорит нам чаю вы берете там в песочек таких бумажках теперь ускорить просто вот когда вы все поддаются даже он отдельный и чай вы получаете стакан чаю ну заварили вы но чтобы если вы не заварить это не чай согласны чай у вас только тогда когда вы положили заварку так вот у вас чай горячий чай теперь некоторые пьют без чая еще есть такие люди наверное которые пьют без воды или которые едят чай без без воды но вот есть такие люди которые без сахара молодых от мало таких а вот уже как пожилых говорит у нас диабет или боимся что будет без сахара но вы-то берете сахар 1 его и насыпаете все здесь присутствующие понимают что сахар не чай или есть меня на 5 надо дискутировать с кем-то сахар не чай все понимают а чай и не сахар кошка это не медведь медведь это не брюква сахар не чай так и мы его растворяем растворяем ложечкой мешаем ложечки нам вам не дают чтобы не за себе чего не проткнули не на почему не дают почему пластмассу нам даются они металлические ложечки что и чтобы не украли хочу вы воры кто думает что мы воры там внизу вот эта фирма которая пришла то они думала прежние что мы вора это вдруг подумала что мы все воры и нам ложек не дают я понимаю ножек вам не дает чтобы на меня не набросились с этими категориями а вот ложки почему чайной ложкой нельзя зарезать человек ну вот сладкий чай сладкий чай вот теперь в нем сахар есть это небытие чая в чае так я правильно высказывать ну чай это небытие чай это небытие сахар это небытие чая вот я сахар кинул то он растворился в этом чай и сладком чай есть сахар вот этот сахар который сладком чай даже не чай ну вот не чай в чай это его определенность сахар не будучи чаем придает ему определенность и это вот категория небытие принятое бытие так что конкретное целое имеет форму бы себя называется определенностью с этим люди не привыкли иметь дело потому что они думают что определенность вот как бы она она продолжение просто быть то же самое вот посмотрите на свою страницу на какого цвета уже не белый как-то не белый она белая на которой есть прямо противоположные этой странице цвета черная у вас зачерненная белая страница а вот это черное то что вы там пишите они разбирающего пишите это черное тоже не белая это отрицание белого вот для того чтобы вы записали лекцию или свои мысли по поводу лекции или лектора даже ругательство адресу все равно должны беленькая затемнеть светленькая затемнеть или можно по-другому сделать вот это темная если я хочу что-то на нем написать я должен что сделать взять противоположный цвет противоположный белый и забилить не сильно забилишь этим мелом по этой доске а в абсолютном свете говорит гегель также ничего не видно как в абсолютной тьме ничего не менее и в темноте ничего не видно что естественно конечно лучше бы выпить о нем говорит слабкий 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 слабый слабкий слабкий себе и чай и сахар да подразумевает только столько чай это его бы сие этого чая-чай это же вы вообще не путаете их спиртку и водку спиртку и фотку вот смотрите водка водка устроена так 8 вот кустая так вода надо и 40 процентов спирта дней это спирт растворен в воде и она называется водка а почему называется водка потому что воды 60 процентов в воде растворен спирт а если возьмете спирту 60 процентов и добавите 40 процентов воды водка общего объема и что получится но если мы называем то водкой тот напиток то этот надо называть спирт к потому что в спирте и растворена вода вам чего водку или списку давай вы не пьете потому что никак не можете сформулировать я хотел сказать о том что сладкий чай он не может быть без сахара но мы имеем чай и сахар в этом чай это отрицание чай вот учитесь учить он точно доказал что он не растение вот сейчас уже никто не скажет что он верба или там камыш таких людей вы не найдете он это у него это он хотел маскировался просто знаете все сначала сессии шибко умные люди они так по дурачков сначала так косят косят потом они расцветают и все понимает что на самом деле правда вы правильно вы правильно сделали вы что сели рядом с ним я бы тоже с ним посиделся давайте так ну вот вот это вот про небытие это очень важно то что вы заинтересовались потому что это вот в голову сама не приходит это вот уже достижение философское что вот небытие принятое бытие вот почему говорят там если речь о чем-то к каком-то отдельном моменте идет тоже это может быть некоторым отрицанием даже если вот вы слышите вернуться к вашему вопросу вот рука это вы если нет то дата на небытие то есть все таки я не свожусь к руке правильно человек не свойца только к руке хотя 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 вот если хотят жениться просит руки дескать мы руку потянем а там дальше уже и все но где-то грань когда человек будет самим собой если ему это очень очень вы не волнуйте его не волнуйтесь вы все время будете самим собой потому что вот мы сейчас к этому подойдем самим собой человек только бывает в изменении мы это у нас тема сегодняшней лекции вы самим самой может если вы будете самим собой без изменения то это уже кто в полном покое как называется человек полном покое ну на покойник нет буквально это покойник вас это вас это волнует вот и вы правы и даже покойники не в покое вот чем дело то есть нет ничего такого что было бы только в покое вот это надо раз навсегда понять что нету никогда такого бытия который не превращалась бы в ничто и полного забудьте о полном покое о гранях какой грани это от граненого стакана идет никакой в жизни грани нету грани и нету нет так нету есть границы что такое границы вы не знаете потому что еще не дошли не потому что вы в принципе не можете это узнать не дошли до этой границы она категория науки логике можете вперед забежать и прочитать что такое граница границы вам понравится там определение очень простое хорошее так и вот это самое такое небытие мы если берем его изолировано само по себе что про него может сказать уж раз вы тут затеяли это разговор про небытие все мы берем изолирование что вы про это вот небытие можете сказать принятое бытие так что конкретные силами форму бытия что ну вот у нас есть уже готовый ответ и объяснял есть ответ если мы что можете сказать про определенность что она есть а раз она есть она уже не небытие а вот чувствуете какой переворот то есть мы берем небытие но вынуждены братья раз мы ее рассматриваем вынуждены братью не так а то азалировано само по себе как вот такое взятое изолированное само по себе это качество а не просто определенность качество когда мы определенность берем специально вырвано из контекста как бы оно значит что его нет если мы говорим оно есть как нибудь и значит но вы должны это сказать что она есть почему нет если когда она вот тогда не было когда было просто небытие когда вы говорили когда вы она порождалась когда было бы сие и она противопоставлялась бы сию она была небытием а вот теперь его вытаскиваете теперь она теперь ему противоставляется бытие как него сие правильно мы взяли теперь небытие она стала бытием перевороты все время идут в это превращение бытия в ничто не что быть и в мышлении постоянно быть и как как так нельзя взять не берите тогда лучше не брать единственный способ то есть мы не можем получить стопроцентное небытие концентрирование не можем мы если мы даже имеем даже мы им почему мы можем его получить мы можем его получить как только мы его получили начинаем разглядывать и первый вывод этого разглядывания что на базе и значит полосе нет нет это значит вы не хотите принять такую диалектическую формулировку небытие есть или как красивая формулировка небытие есть а бытия нет когда она лев переходит другое прихождение бытия не все время или если есть бы си это она переходит в ничто а если есть ничто но конечно которая была вопроса бы сием а не переходила бы в не что такого быть я нету нету конечно такого быть и я то есть каждый раз надо брать вот как кому на В восходящем мы, так сказать, в витке рассуждения находимся, или на нисходящем. Когда вы брали наличное бытие и нашли в нём ничто, вот это такое ничто назвали небытием. Тогда вы заинтересовались, схватили его. Как только его схватили, это то, что вы держите на своей голове или в руках. Это бытие. И вот такое небытие, принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму, бытие называется определённостью, а вот эта определённость взята и изолирована сама по себе. Вам хочется же рассмотреть её особо, определённость. Сахар этот вот давайте оттуда вытащим и будем его рассматривать. Надо выпарить этот чай к чёртовой матери и, так сказать, и сахар получить обратно. И будет бытие. Правильно? Это да, просто делается. Я думаю, вы делали. Если соль, вальсалёная вода, соль бросите, соль – это не вода. Но если вам нужно присмотреться к тому, что там растворено, кипятите, 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 вода вся выкипит, и останется соль. Это будет бытие. Так? Хотя, если вы возьмёте воду солёную, то там эта соль – это небытие воды. Так вот, качество. Вот качество. Хочется его рассмотреть хорошо. А рассмотреть его хорошо, значит, мы же понимаем, что бытие… Так, получается… Можно ещё, да? Ведь бытие и небытие – это, получается, как две дихотомии какие-то. То есть, это зависит от самой точки зрения. То есть, допустим, тот же самый чай с сахаром. Если мы говорим о чае, то его отрицание – это сахар. А если о сахаре, то его отрицание – это чай. Да? Ну а как? То, что вы сейчас о чём говорите, то у вас в форме бытия. Это же закон о мышлении. Диалектик – это закон о мышлении. Значит, мы однозначно не можем определить, что бытие, что не бытие. Потому что, если мы смотрим со стороны сахара, то не бытие – чай. А если мы смотрим со стороны чая, то не бытие – сахар. Вы смотрите за своей головой. Если сейчас у вас в голове сахар, то это бытие – сахар. если в голове сейчас чай тут голове сейчас у вас что в голове чай или мысль я чувствую вас чай уже в голове понятно да то есть голова наша это вы не можем рассматривать сразу мысль нашего и мост так устроен что мы были рассматриваем то что мы рассматриваем это вот вот то что на предмет рассмотрения всегда бытие вы можете предметом рассмотрения все что угодно но тогда она превратится в предмет рассмотрения, и даже есть такая категория, как сущие. Сущие – это ничего другого не означает, сколько взятые непосредственно. То, что непосредственно. Почему хлеб насущный? Не тот хлеб, который где-то на складе лежит, или в магазине, а который насущный. Сейчас я его буду есть. Насущный, сущий. Так. И вот у нас есть качество. А что такое качество? Оно есть? А мы его уже, видите, не просто бытие. У нас же не то бытие, которое в становлении. У нас наличное бытие, правильно? А наличное бытие есть результат снятия становления. Значит, в нём есть и становление. А в становлении есть что? Ничто. Это нас ведёт к тому, что наше рассмотрение качества как только одного. Взято одностороннее положительное – неправильно. Надо взять качество как положительное, как бытие, противостоящее небытию, и как небытие, противостоящее бытию. Качество, взятое как бытие, противостоящее небытию, называется реальностью. Чёстуете разница? Не просто качество, а реальность. А вот качество, взятое как отрицание, то есть как небытие, так и называется – отрицание. пример вот я могу про вас сказать так вы человек высокий а могу сказать не низкий одно и то же качество рост человека может быть выражена как положительной форме высокий человек и в отрицатель не низкий вот вы как хотите чтобы я про вас стал что вы умный или не глупый первая форма первая получительная реальность реальность в том что он умный человек так тихо 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 когда час суху падать не торопите а то сейчас что-нибудь скажите все испортите и людей я будет сказать про вас что умный человек не торопите когда говорю что что думаешь думаю говоришь и второе можно сказать что вы не глупый что вы предпочтете какой вариант разве умный неглупый тоже действительно и понять А разве это сказать? Я вообще про слово «тождественное» вообще ничего не говорил. Чего вы мне задаете такие вопросы сложные? Я бедный преподаватель, я бедный преподаватель, а вы богатые студенты. Откуда нахватались вы таких категорий? Я не знаю, что такое «тождественное». У меня нету вот марсенали, которым мы пользовались. Я этого нет у нас. У нас, смотрите, что было. Чистое ничто, чистое бытие ничто, бытие возникновения, становления, наличное бытие. Что? А я разве говорю, что это одно и то же? Я этого тоже не говорил. Я просто спрашиваю вам. Я вас спрашиваю. Я выбираю неглупый. Неглупый. Так. Раз-то неглупый. То есть он не дурак. Поняли? Сейчас пойду, сейчас открою дверь, пойду по коридорам искать дурака. Я думаю, я быстро найду. Вот приду сюда, поставлю его сюда и скажу. Вот видите? Видите? Все увидели этого дурака? Вот он не такой. Это вы хотите? Что там плохого? Да. Это вы хотели? А что там плохого? Ничего плохого. Я себя к вам тоже прицеплюсь. Вы имеете в виду, я тоже это диалектика, это такая штука, на всех, на всех может задавить. Как вы прочитаете сказать, что вы девушка красивая или не дурна? А-а-а. 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 Да. Потому что надо найти дурную и сказать, вот она не такая. То есть может не в такой степени, что... А как вообще можно говорить красивой девушке или нет? У всех же по-разному красота. Это язык русский. Что вы? Это язык человеческий. В любом языке этих категорий. Как еще мне будете говорить, что вы... Как вообще вы можете говорить? А как я могу молчать? Не могу молчать. А вы приведете девушку... Я на лекции не имею права молчать. Должен обязательно лекцию читать. Вы приведете девушку, которая, по вашему мнению, дурна собой. Да не почему. Это вы меня заставляете приводить. Это вы меня ставите в положение. Я с удовольствием согласен сказать, что вы красивая девушка. А вы мне заставляете, Михаил Васильевич, идите какую-нибудь дурную, приводите сюда и показывайте, что она не такая. Это красивая, а для кого-то нет, понимаете? Это субъективизм. Ну, так это нормально. Что нормально? Что, я говорю, ты люблю уродок. Так что ли? Это вы имеете в виду? Что вы... Уродцы для кого-то, может быть, не уродцы. Что вы? Я такое хорошее про вас хотел сказать. А вы начали сами себя, так сказать, как-то так, принижать. Мне не жалко себя принижать. Вот и видно, что это вы... А если вам даже себя не жалко, это садизм какой-то. Что вы делаете? Если девушка говорит, что она не дурна, то это не значит, что она не... Это не значит, что она отрицает то, что она красивая. Вы нет, тут не видите впереди. Не видите? Не дурна. Вы никуда не денете. Тут отрицательная форма. Не дурна. Дурную надо принести и показать. Она не дурна, но это значит, что она может быть красивой. Это не отрицательная. А может быть и некрасивой. Может быть и некрасивой. Потому что она не дурна, но это не значит, что она красивая. нет но если человек что вы с ним спорить если чек выбрал я вам предложил два варианта умный или не дурак он выбрал не дурак теперь он будет если красивый или дурной выбирать не дурную девушку вместо того чтобы быть красивой и так дальше ну чего вы говорите толку что мы доказали только что вы доказали что что-то ли ты писаешь вы форма смотрите форму как какая форма логическая не дурна в отрицательная форма я могу высказывать с одной стороны всякая определенность имеет отрицательную форму правильно это небытие а другой стороны эта отрицательная форма потом берется как качество положительное а качество пожалуйста высокий или не не высокий Это не затагивает такие вещи, как умный или красивый. Какая разница, может быть, высокий человек – дурак, а может быть, низкий человек – умный и так далее. Поэтому, когда вы берёте вот такую категорию, другой пример, безразличный к этим вещам, высокий-низкий, одна форма утвердительная – высокий, а другая – не низкий. Или я возьму сказать низкий, а другой – невысокий. Низкий – утвердительная форма, хотя это низкий, а невысокий – это отрицательная форма. И вы слова «нет», видите, вы буквы «не» видите, вот те люди, которые сейчас со мной спорят, они не ломятся в открытую дверь, не видят таких букв «не». Да, конечно, можно. Вы только что сказали, например, Диме, что вы распойдёте по коридорам, это, конечно, всё очень утрировано, и найдёте дурака, а перейдёте сюда. Найду, я найду, я даже здесь могу найти, если что. А с чего вы взяли, что вы дурак? А? Ну, кто такой дурак? Кто такой некрасивый человек? Это как? У вас вопрос? Определение надо. Да, вы хотите, чтобы я вам дал определение дурака? Нет, ладно с дураком. Значит, у нас, видите, с вами какое неравенство. Неравенство у нас в чём состоит? Во-первых, в том, что я скоро умру, а вы будете жить. Это вы любите, так говорите. Люблю, да, люблю. Почему? Потому что я тороплюсь вам передать эти знания. Вот когда вы меня спрашиваете, что такое, я вам скажу. Потому что это в науке, это известно, что такое дурак. Дурак – это человек, не соответствующий своему понятию. А некрасивый. Дурак – это человек, подождите. Это сразу два вопроса, я не могу на два. У меня не два языка, один. Ну, возьми раздвоение языка, у меня нет. Значит, дурной человек или дурак по-простому – это человек, не соответствующий своему понятию. Вот я про него не могу сказать, что он не соответствует своему понятию. И про вас не могу сказать. Так? Понятие красоты – это другое. Красота – красота. Это, так сказать, ну, совершенство определенное. Правильно? Совершенство. Ну, это надо вот… Мы сейчас, ведь у нас не эта тема. Правильно? Я сейчас только примеры взял. То есть, мы, если мы начнем вообще все сразу категории на одном занятии разбирать, мы ни на одного разберем. Мы более простые категории разбираем с вами, а вы меня заводите в более сложные. Это же пример. Не надо заходить в более сложные, надо на более простых понимать. Значит, что мы разобрались, что есть вот это качество, оно может быть взято как реальность и как отрицание. И вот когда про человека говорят, что это всего лишь реальность. Тут тоже есть некое принижение, потому что получается, что он не просто качество, а вот это реальность. Я скажу, вот это реальность. В реальности вот он, да, хороший. А что вы тогда говорите, что в реальности? А что в плане плохого? Потому что предполагается и другая сторона какая-то, как отрицание. И вот, а дальше, я думаю, сейчас вас это успокоит, вот когда мы берем реальность отрицания, еще и наличное бытие у нас вообще на поле, на котором мы рассматриваем свои объекты, категории, сейчас нехорошо. Три уже элемента, три стоит. У нас голова одна, а тут реальность раз, отрицание два, и наличное бытие три. Это хорошо вам от этого? Нехорошо. Сейчас мы с этим покончим разом. А реальность есть? Значит, она наличное бытие, не отличается от наличного бытия. Наличное бытие. Отрицание есть? Тоже есть. Так, если мы берём реальность, реальность есть, а в реальности есть отрицание. Значит, отрицание сидит в реальности, не отличается от неё. Берём отрицание, оно есть, а раз оно есть, то, следовательно, в нём есть и качество. То есть, утвердительная реальность. Это называется так, снятые все отрицания, какие тут были. Нет отдельно реальности, нет отдельно отрицания, нет отдельно красивого. И не дурное – это не отдельно от красивого. И не умный – не отдельно от дурака. Это всё, это только мы разделили их. Разделили, потому что мы обдумывали их, каждый раз брали отдельно. А надо брать не в раздельности, а есть ли определённое наличное бытие. И вот мы эту определённость уже берём не изолированно, а прямо вместе с бытием. Есть лишь определённое наличное бытие. Нету вот просто человека и пиджак. А есть человек в пиджаке. И вы, наконец, пришли к тому, что вам больше и нравилось. И теперь вы уже спокойно можете слушать дальше. Никто у вас не отнимает пиджак, не раздевает и так далее. Определённое наличное бытие. Для него это только длинная категория получается. Определённое наличное бытие. Ну что-то такое длинная категория. Вот если вы студент, надо сказать, короче. Да? Давайте, требуйте короче. А короче будет наличное сущее. То есть из качества переходят наличное сущее? А, это короче наличное сущее. А наличное сущее не просто короче. Оно выражает вот это вот единство, наличное бытие и определённости. Потому что оно отвечает сразу на два вопроса. На вопрос что? Наличное сущее. На вопрос какое? Наличное сущее. И одними и теми же словами, но личное сущее, можно ответить на два вопроса. На вопрос что, на что какое. И, наконец, всё равно длинно. Вот почему вы не требуете, короче? Два слова. Разве можно студенту усвоить два слова? Ну подумайте. Надо требовать от преподавателя, чтобы давали одно слово. Правильно же будет? Вот. Даю одно слово. Нечто. Это не я придумал, это у Гегеля придумал. Я бы с удовольствием сам придумал. Но это не соответствует действительности. Нечто. То есть, вот это вот такой каскад получается. Определённое наличное бытие, наличное сущее или просто нечто. Вот теперь посмотрите на это слово «нечто». Можете его написать и посмотреть. Нечто вы воспринимаете как нечто положительное или как отрицательное? Как положительное. И все мы воспринимаем. Это наличное бытие. Правильно? Определённое наличное бытие. Однозначно мы воспринимаем как… А теперь посмотрите на это слово и посмотрите, как нахально впереди стоит «не». В наглую стоит, а получается положительное. Впереди стоит «не», а мы… Ну, написано же «не что», а мы воспринимаем положительное. Ну, и как вот «не» и «что» могут ужиться? Подумайте сами. Как они могут ужиться? И как они не уживутся? Это будет война. Хоть оно и положительное, но в этом положительном… Вот этот самый огонь, который был зажжён, когда мы рассматривали становление, он не погаснет. Никогда. И вот здесь мы его нашли снова. Вот он. «Нечто». Или «не» должно скушать? «Нечто» будет подгрызать это «что». А «что» будет душить, тушить это «не». «Нечто». Ну, вот давайте это «нечто» и рассмотрим. А в других языках, как в нынешнем языке? В человеческих языках. Да. Во всех человеческих языках. Всё это одинаково. Просто переводится во всех развитых языках. Если не развитый язык совсем, тогда там нет такой гибкости категории. А так, это ведь категории, а не слова конкретного языка. Ну, там по-другому. Там «sein», например, по-немецки «дозайн», определённое наличное бытие. «Дозайн», определённое наличное бытие. Так. Определённое наличное бытие мы рассмотрели само по себе. Мы уже нечто рассмотрели само по себе. Давайте про него теперь. Что вы можете сказать? Вот я вас ещё не спрашивал. А уже я вам объяснил, как отвечать. Что вы знаете про нечто? Вот. Учитесь. Человек с лёта, раз, и всё, ответил. И уже к нему я никаких претензий не имею и даже не похожу. Что оно есть? А раз оно есть, то что про него можно сказать? Про то, что есть. Ну, на основе того, чем мы тут занимаемся. Ну, раз есть, значит, бытие. Что за скромничьей-то вытие? Ну, вот бытие. Какое бытие? Скажите, пожалуйста, какое это бытие? Ну, конечно, наличное. Ну, вот правильно. Мы уже не опускаемся назад, мы же двигаемся вперёд. Мы уже на уровне наличного бытия. Какое бытие? Наличное. Значит, нечто – это наличное бытие. А в наличном-то бытие есть и становление. Оно же результат снятия становления. То есть, в его содержании-то обстановление есть. Значит, есть становление. А становление – есть единство двух противоположных моментов. Бытие – ничто. Правильно? А на лицо у нас только бытие. Значит, должно быть и вот это. То есть, надо взять. То есть, наше вот это нечто взятое односторонне. Как только одна сторона. А надо взять его как целое, моментами которых… Чтобы нечто было бы таким, чтобы два у него было момента. Взять как становление моментами, которые были бытие и ничто. Правильно? Наличное бытие было бы один момент, а вот это был бы другой момент. И другой момент называется иное. То есть, надо взять нечто как единство, нечто и иного. Ну, во всяком случае, мы уже иное нашли, раскопали. Еще никакого единства тут не усматривается. Они просто… Вот мы поняли, что оно есть. Есть иное. Если есть нечто, то есть и иное. Согласны? Ну, иное – небытие и нечто. А? Небытие и нечто. Да, есть, это иное. Вот для него название есть – иное. Мы занимались долго нечто. Давайте займемся иным. Что вы знаете про иное? Во-первых, оно, если мы его рассматриваем, то оно уже не иное, а… Нечто. Вот голова. Но это не я сказал. Ну, раз оно уже как бытие присутствует, это как раз, наоборот, оно и есть именно нечто. А вот то, которое было иное… То есть, а то, которое нечто, оно теперь как иное. Потому что что брать за нечто, а что брать за иное – это безразлично. Поэтому только вот так, случайно мы выскочили. Вот, может, с позиции того дурака, еще неизвестно, он умный, а мы как дураки выступаем здесь. То есть, что брать за нечто, что за иное – это лично совершенно для этого. Еще они не находятся в единстве, и поэтому не определено, что действительно нечто, а что иное. Так, нечто мы рассматривали уже и самого по себе, и по отношению к иному, и иное по отношению к нечто. Что мы еще не делали? Не делали мы рассмотрение одного, не рассмотрели иное по отношению к самому себе. А иное по отношению к самому себе – это что? Нет. Иное по отношению к самому себе – это что? Так, не сказали. Иное по отношению к самому себе. Да, иное по отношению к самому себе. Нет. Иное по отношению к самому себе, дорогие товарищи, это иное-иного. Тут что-то непонятного. Ну, иное по отношению к самому себе. Ну, не по отношению к нечто, оно иное. А по отношению к самому себе, оно иное, не нечто, оно не иное нечто, оно иное-иного. Согласны? Все согласны, что иное-иного? Это иное по отношению к самому себе. Пишите, иное-иного. Ну, а что вы знаете про иное? Оно и есть. Да, но это нам сейчас недостаточно уже. Почему это недостаточно? А потому что мы уже далеко ушли вперёд. Это правильно. Если я говорю недостаточно, это не знаю. Я же не сказал, что вы не правы. Правда? Недостаточно. А потому что я сейчас вам сногсшибательное открытие сделаю. Иное, иное, вы знаете что? Иное. Пишите, пишите. Иное, иное. Есть иное? Я написала уже. Написали? Покажи себе. Иное, иное. Есть? Иное в отношении к своему себе. Да длинное у вас написано. Вы вообще кто? Я вроде бьюсь за то, чтобы было короче. Обычно у нас молодёжь говорит короче. Я ещё не успел рот открыть, говорит короче. Я уже всех боюсь. Нет, краткость определения, это, конечно, хорошо, но оно не должно причинять ущерб точности. Именно так. Против вас абсолютно согласен. Иное, абсолютно точно, записываем точно. Иное, иное, есть иное. Это абсолютно точно. Иное, иное, есть иное. Запомнили? Да. Записали? По отношению к самому себе. Ну, естественно. Иное, иное, есть иное. Записали фразу? Нет. А что вы? Записывайте. Сейчас будем её обдумывать. Сначала записываем, потом обдумываю. Я записала. Записали? Ну, вот теперь слушайте внимательно. Все записали? Иное, иное, есть иное. Как? Ну, вот я читаю вам теперь. Иное, иное, есть иное. Как было иное, так и осталось иное. Все видят? Кто не видит? Поднимите руку. Все? Все видели, да? Так. А что, непонятно, что иное, иное, есть иное? Что? Вы не видели этого? Вы не видите? Кто не видит, что иное? Поднимите руку, кто не видит, что иное, иное, есть иное. Опять никто не против. Пистолетов нам не выдают. Пожар. Значит, иное, иное, есть иное. Это равенство с собой. Равенство с собой. И как было иное, так и есть. Момент равенства с собой. А иное, иное, есть иное. Ну, иное же сам смысл слова-то вы должны принять. Как? Вы не хотите смысл слова принять во внимание? У него содержание есть уже. Это не просто так. Категория имеет своё содержание. Да не просто быть иное. Раз иное, значит другое. Раз иное, вот это момент неравенства с собой. Поэтому можно сказать. Иное, иное, есть различное иное. Не надо это говорить, уже сказано. Вот есть иное, иное, есть иное. Зачем накручивать-то? Не надо усложнять. Значит, вот следовательно вывод, какой мы делаем, что в ином есть два момента. Момент равенства с собой. Иное, иное, есть иное. Ну, какое было, такое осталось. Каким ты был, таким остался. Казак лихой, орёл степной. Иное, иное, есть иное. Момент неравенства с собой. Что значит иное? Не такое, правильно? Другое. Это момент неравенства с собой. Все усвоили, что иное содержит два момента. Равенство с собой и неравенство с собой. Вас это удивляет? Что вас это удивляет? Удивляет. Ну, я рад, что у вас это. Жизнь прекрасна и удивительна. Надо ли уточнить, в каких качествах тогда? Сейчас мы уточним. Уточним очень просто. Во-первых, иное – это же нечто. Никто не забыл? Ну, вот. Значит, нечто имеет два момента. Момент равенства с собой и момент неравенства с собой. Вот нечто, взятое в единстве своих моментов равенства с собой и неравенства с собой, называется… Нечто, взятое в единстве своих моментов равенства с собой и неравенства с собой, называется… Кто догадается? Нет, нечто уже тут, нечто. Мы с иным уже расстались. Нечто, взятое в единстве двух моментов. Равенство с собой и неравенство с собой. Вот такое нечто, которое берется в единстве двух своих моментов. Равенство с собой и неравенство с собой называется изменяющимся нечто. А вы как понимаете изменяющееся нечто? А как его еще можно понимать иначе? Кроме как в единстве равенство с собой и неравенство с собой. Если это нечто, то оно равно самому себе. Тогда это не вы изменяетесь, а уже у вас нету, уже следующие идут штампуют разных людей. А этого нету. Поэтому равенство с собой обязательно есть. Но если вы только равны самому себе, то вы не изменяетесь. Правильно? Вы остаетесь вот застывшие. Тогда это не вы. Потому что вы человек творчески изменяющийся. А как вы же тут? Не изменяется, все. А почему тогда равен самому себе, если он меняется? Потому что вы слово меняется. Хотите внедрить свое старое ошибочное представление о изменении, а вот только сейчас получили вы научное. И вы теперь научное усвоите. Научное понимание изменения – это нечто в единстве… Изменяющееся нечто – это нечто в единстве двух моментов. Равенство с собой и неравенство с собой. Вот теперь и вы пользуетесь. А вы раньше пользовались не тем, чем надо, а что делать было? Пока человек что-то не изучил и не создал, он пользуется тем, что есть под рукой. Это называется неочищенное мышление. Или неразвитое мышление. Когда мы имеем уже развитое, то мы уже пользуемся точным понятием изменения. Изменяющегося нечто. Изменяющееся нечто – это такое, которое берется в единстве двух своих моментов. Моменты – это неразделимые, неотделимые. Я не могу отделить вашу неизменную часть от изменяющейся части. Нет таких частей, нет такой вашей части. Нельзя вырезать, сказать, эта часть неизменная. А вот эта часть – это изменяющаяся. Как колесо на оси. Ось, дескать, она неподвижная, а вот колесо-то крутится. Да, всё у вас крутится. Неизменяющиеся часто, изменяющиеся не равны. Частей нету таких. Моменты, моменты. Вы моменты усвоили в самом начале? Моменты мы усваивали, когда у нас было движение исчезновения бытия в ничто, в ничто бытия. Это неотделимые противоположные движения. Неотделимые противоположные движения. Неотделимые друг от друга. Вот если я начну говорить про части, это будет разруб тела. Частями занимаются наши коллеги, студенты. Медицинского вуза. Они там на части трупы разделяют. И вот, так сказать, вот я бы не хотел попасть к такому хирургу, который впервые на мне начинает выяснять, где сердце, где что, где лёгкие. Лучше он 20 трупов пусть и разрежет, а потом я к нему пойду на хирургическую операцию. Потому что это части. Части, и ангел говорит, части лишь у трупа. У вас где часть, где кончается ваша рука? Вот вы все, часть, часть. Где ваша рука кончается? Мы уже говорили на этом теме. Где? Вот видите, вы держите ручку? Видите, да? Это у вас команда откуда пошла её держать? Вот так. Из мозга. Из мозга. Значит, ваша рука продолжается до мозга. А что, она кровью уже не снабжается? Что всё? Отмирает, что ли, ваша рука? Да. А мозг снабжается кровью откуда? Из сердца? Из сердца. А для этого что, лёгкие не должны работать, чтобы ваша кровь несла кислород? Она кровь-то идёт, но кислорода там уже нет. И так далее. Это вот наши представления такие, а это представления вот такие метафизические, когда людей представляют как трупов, так сказать, что у них вот... Где вы скажете, где у вас рука? Никак вы не скажете. Нет частей. Части, вот тогда, когда уже... Вот когда у вас механическое какое-нибудь изобретение, тогда да, вот сейчас часы, я вот сейчас их на части разберу. Нет никакой органической целостности здесь. Это отнял, это отнял, а потом соберут их и снова будут ходить. Да? А вот если это человек, органическая целостность, здесь никаких вот так вы на части его не разделите. Так, ну это мы далеко зашли. У нас же очень простая вещь. То есть надо усвоить, что такое изменяющаяся и понимание изменения. Изменение понимается, во-первых, как разница с собой. Если я вот буду настаивать на том, что вы равны самому себе, эта лекция прошла пустую. Почему? Потому что вот вы пришли, я вам вещал, 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 вещал. И пишите теперь ректору, что у нас лекции читает человек, что вот сидишь у него на лекциях, что вот знал в начале, я знал, то в конце лекции у меня это и осталось. Я осталась равной самому себе. И вину возлагаю на преподавателя. И это правильно, потому что возлагать на студентов вину вообще странно. Студенты могут чего-то не знать. Это совершенно нормально. Это вас ничем, так сказать, не принижает. Потому что это нормальное состояние студента. Идти от того, что я знаю, к еще большему, чего-то не знаю и так далее. А вот если преподаватель не может, если у него студенты становятся равными самому себе, у нас по этому поводу даже анекдот есть преподавательский. Попали студенты глупые. Раз им рассказал. Не понимают. Два. Не понимают. Три. Не понимают. Четыре. Не понимают. На пять раз. Я уже понял сам. Они все не понимают. Так вот студент вообще, даже в определении студента, он, во-первых, равен самому себе. Это тот же студент. Иванов, так он и есть Иванов. Но если он просто равен самому себе, он никакой не студент. Он бездельник. Потому что он сидит, он все Иванов и Иванов, он ничего в голове не прибавляется. А он должен быть неравен самому себе постоянно. То есть он должен все время учиться, 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 набирать знания. Или я неправильно это излагаю. Таких Ивановых, которые равны самому себе, надо выгонять из университета. И оставлять только таких, которые при этом все время не равны самому себе. Так почему он тогда равен самому себе, если он уже изменился? Если он меняется, как он может быть равен самому себе? Объясняю. Потому что вы, как человек, как человек непривыкший к логике, пользуетесь неправильным пониманием изменения. Или меняющегося. Смысл этого изменения. Если он изменился, значит стал равным самому себе. Раз. И Б остался равным, во-первых. Во-вторых, и в то же время он и не равен самому себе. Вы никак вот этого противоречивого понимания никак не можете себе, так сказать, в голову воспринять. У вас в голове части, а должны быть моменты. А сейчас у вас в голове там шарики, ролики, шарики заходят за ролики. Как нету? Даже и частей нет у него. Вообще ничего нет у него в голове. Видите, что он говорит? Он вообще-то... Вы чего занимаетесь самоплеванием-то? Я у вас лучшего мнения. Я у вас всё время комплименты делаю. Вон, я сказал, что вообще с вами садиться надо рядом. А вы что? Я вот только лучшее о вас говорю. Но. Но вы должны изменяться. А как вы должны? То есть, если я скажу, что вы не должны быть самому себе равны, тогда это будет, конечно, хороший человек. Он уже будет больше знать, но это будете не вы. Если вы не будете равны самому себе, это как бы новый экземпляр у вас. Но вот я сразу же у вас отберу документы и сдам деканат. Потому что того нету. Нету того. Вот этот, который не равен самому себе, другой человек. Он же вам не равен, и вы ему не равны. Отдайте документы. И телефон отдайте, он не ваш. Отдайте сюда. А вам почему телефон? А я потому что хочу сохранить этого бандита. Потому что это не он. Он же не равен тому, который... Как твоя фамилия была? Козьма. Козьмин. А вот это Козьмин. Так все постоянно изменяются. Вот тот человек. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Вот вы не тот человек, и отдайте вообще все это. И вы давайте отсюда выметайтесь, и нечего тут нам портить, нам занятие. Вы другой человек. Вы у нас не записаны. А то, что вы пользуетесь документами того, хорошего человека, который к нам пришел, это вообще, это черти что? Ужас. Ужас. Значит, в чем сложность восприятия диалектики? Люди никак не могут воспринять, что противоречие означает и одно, и прямо противоположное одновременно. Это относится не к вам лично, это относится ко всем людям, которые никак не могут освоить диалектику. У них метафизический взгляд. Они если сказали, а, то не может. Вот человек, может быть, без недостатка. Нет. Нет, а недостаток, это же отрицание в человеке, его собственное отрицание. Вот мои недостатки, они в вас или во мне? В вас. Во мне. Это мое отрицание или это мое утверждение? Отрицание. Отрицание. Значит, я борюсь со своими недостатками, я боюсь с тем, что меня отрицают. А то, что меня отрицают, ради со мной не борются. Вы не видели, там люди спиваются некоторые. Это борьба алкоголизма с человеком. Вот, так борьба идет. Вот. Можно проиграть. Вы с чем боретесь? Не кажется, что недостаток в человеке, это слишком субъективное понятие? Нет, не кажется. Вы четко определите, человек его недостаток. Да я только что четко определил, а вы четко не слушаете меня. Я сказал, что это отрицание человека в нем самом, его собственное отрицание. Я даже себя привел в пример. Стал вас, думаю, не буду его приводить в пример. Себя привел, что мои недостатки, это мои отрицания. Ваши недостатки, это ваше отрицание в вас. И не надо на меня смотреть. На себя посмотрите, на свои недостатки. И их исправляйте. Боритесь с ними. Я ничего не понял, я не хочу продолжать. Это хорошо, это нам сэкономит много времени. И вот я хочу привести такой пример, который на меня впечатление произвел, как вот и с этой темой. Спускаюсь я в станцию Василятровской, которая сейчас закрыта вниз, да, и вот там написано, девушка в цветастом платье таком, меняйся чаще. Это вот то, что Вы усвоили, меняйся, а другого Вы не усвоили. А в другой раз я вот оттуда иду, от площади дворцовой, и на дворцовой стоит стенд, написано, меняйся, но оставайся с собой, Орифлейм. Вот Орифлейм уже усвоила, а Вы еще до сих пор не усвоили. Меняйся, но оставайся с собой. Равенство с неравенством или неравенство с равенством? Нету неравенства без равенства. И нету равенства без неравенства. Числа могут быть равны, не равны только потому, что они числа. Люди могут быть равны только потому, что они люди. Вот мы с Вами два человека, мы с Вами равны. И то, что я профессор, а Вы студент, плевать, мы с Вами люди. Или Вы не согласны, что Вы человек? Тогда Вы лягушка. соглашайтесь лучше пока вы согласны, что вы человек? да и я человек, но мы с вами равны? нет вы не человек, я-то человек хорошо, еще раз значит, я утверждаю, что я человек вы утверждаете, что мы с вами не равны то есть вы не человек? нет я согласен, да, вот нет, вы подтверждаете я знал, что вы растение это все-таки проявило себя в конце концов вот мы с вами очень важно изучили категорию очень важную категорию изменяющегося нечто вот сейчас у вас научное понимание изменения изменение это равенство с неравенством если вы изменяетесь то вы, конечно, и остаетесь с собой и переходите все время в иное но переходя в иное, вы становитесь равным потому что иное и новое есть иное вы никак не можете уйти от этого равенства и от неравенства в этом состоит всякое изменение то, что изменяется то всегда остается с собой это словом то выражается то, что изменяется а вот словом что изменяется это вот неравенство этого с собой ну надо брать же в целом человек изменяется вот он как человек остается Иванов изменяется. Он всё время Иванов, 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 Иванов. Он в этом смысле равен самому себе. Но Иванов другой. Вы Иванов, Козин, который пришёл на первый курс, вы уйдёте на пятом курсе, будете Козином всё равно. Это не надо понимать так, что вы просидели здесь пять лет. Без толку. Что казались, только равны самому себе. Если вы не равны самому себе, пришёл Козин, а ушёл Петров. Вы-то тут при чём тогда? Вы-то хотели и сами научиться, и будучи Козином, стать этим... Козьмин. Как? Козьмин. Так уже изменилось всё уже. Фамилия не. Козьмин. Он же сам не хочет быть, развиваться. Или не хочет оставаться Козьминым. В этом-то и смысл понятия изменения. Вот если мы этого не поймём, про понятия изменения вообще, бессмысленно говорить о социальном изменении. Из-за чего мы бьёмся-то? Вот из-за чего мы бьёмся над этим? Мы собираемся заниматься социальными изменениями. Там, конфликтами, процессами. Как мы можем заниматься чем-то, если мы даже не выяснили, что такое вообще изменение? Мы выясняли с вами полтора часа. И вот мы полтора часа с вами выясняли, а вы остались равны самому себе. Не в коня корм. Чувствуете, куда дело идёт? Ну, я не буду писать в деканат, что вот сколько бы я ни занимался, студентом Кузьминым, он остаётся равным самому себе. Прошу меня наказать, потому что я плохой преподаватель. Так? А как, я что, в студентов виноват, что ли? Я же сразу сказал, что я так не могу считать. Я постараюсь в следующий раз говорить поменьше. Нет, вы лучше говорите «получше». Поменьше – это не обязательно. Главное – получше говорить. Может быть, глупость ляпнуть очень кратко, с самого начала. А в данном случае это то, что вы говорите, не глупость. Это отражение. То человечество в своём понимании, в метафизическом понимании, пребывает до сей поры. Вы отражаете позицию большинства человечества сейчас, Таврич Казмин, и вас должно это греть. Потому что меньшинство человечества освоило диалектическую логику. Меньшинство. Вот. Поэтому мы уважаем ваше большинство, могучее, которое, так сказать, пока не освоило диалектическую логику. Но вы не нападаете на наше просвещенное меньшинство. Вот это формальное логическое слово, смотрите, как хорошо. Да. Я вроде говорю, что плохо. Я ничего про него вообще... Я про него плохого вообще не говорил. Если я говорю что-нибудь плохое, то это уже не про него. Он же выше, он же меняется же. С моей точки зрения он всё время не такой. Поэтому всё, что относилось к всякие плохие слова, которые я говорил про вас, относилось к тому, к которому вы уже не равны. А к вам это уже не относится. И мы начнём с вами в следующий раз с чистого листа. Всё будет хорошо. Понятно, да? Ну, в следующий раз мы эту тему, социальные изменения, будем продолжать. В усложнённом виде. Оно социальные изменения, но будет не равно тому социальному изменению, которое сегодня мы делали. Изменённое социальное изменение. Вот видите, белое я в чёрном буду сейчас. Зачернять. Зачернять буду. Это определённость поддаёт. Это определённость поддаёт. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok